Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами снова Асхат Халилов. Сегодня интереснейшая тема обзор противогаза малых габаритных малых габаритов ПМГ-2. Разработан противогаз 1960-х, запущен производство СССР 1968. Конкретно этот противогаз выпущен 86-м по кодировке Ярославль. Вот здесь Ф-форма. Размер третий увеличенный. В данном случае они были из серой резины, но из черной более надежными. Общевойсковой фильтрующий противогаз предназначен для защиты органов дыхания лица и глаз, отравляющих веществ ОВ, детективной пыли, РП и бактериальных биологических средств СБС. Вот данный конкретно со шлем-маской HM66MU. Конструкция противогаза позволяет вести прицельную стрельбу и стрелкового оружия. Тут вот с боков видите ничего нет, как на других моделях противогаза. Работать с оптическими приборами, подавать команды голосом, потому что есть переговорное устройство. Вести переговоры по радиотелефонным средствам связи, подключаться к электронным установкам при их наличии в боевых машинах. Принцип действия фильтрующих противогаз основан на изоляции органов дыхания от окружающей среды и очистке фильтрации. В противогазовой коробке вдыхаем воздух от вредных примесей, тактических аэрозолей паров. К сожалению, оригинальной коробки нету. Вот эта от ГП-7. Просто чтобы показать, вот сюда прикручиваться. То есть недокомплект купили, там не было и незапочивающих пленок. Вот я взял из другого набора. Фильтрующий противогаз не обогащают вдыхаемый воздух кислородом, поэтому можно использовать только в атмосфере, содержащей не менее 17 процентов кислорода. В комплект должна входить сумка. Но тут есть. Но я сравнил, но подозреваю, короче говоря, она не родная по форме. Предназначен для ношения, защиты, хранения противогаза. Не запотевающей пленки. Родных нет. Вот я с другой комплекта взял. Односторонний, двухсторонний или специальный карандаш. Предназначен для предохранения очкового узла от запотевания. Вот их тоже нет. Третья мембрана переговорного устройства. Предназначен для установки их в мембрану. Коробка является резонатором звука. Запасных нет. Накладные утеплительные манжеты. НМУ. Предназначен для предохранения очкового узла от обмерзания отрицательных температурах. Его тоже в наборе не было. Пять трикотажный гидрофобный чехол. Предназначен для предохранения ФПК от попадания в него грубо дисперсной пыли. Капелька жидкой, капельно-жидкой влаги, снега и других загрязнений. Его тоже не было. Бирки, на которой пишут фамилию унициаловый наслуживающего. Тоже не было. Ну и колпачок, накладка и резиновая пробка. Предназначен для герметизации горловины. Отверстие вне противогазовой коробки. При форсен вводной преграды. Ну, есть, но это не родная коробка. В принципе. Конкретно теперь по противогазу. Вот эти отверстия вырезы в шлем маски подушные раковины. Ну, конечно, солдат будет лучше слышать. Очки, очковый узел. Здесь обжимное крепление. Вот видно. переговорное устройство. Мембранная коробка. Вот это клапанная коробка. Здесь вот клапаны сейчас. Клапаны вдоха. Вот здесь клапан выдоха. И еще обтекатели. Вот здесь сейчас выверну, покажу. Вот здесь воздух поступает к стеклам. Когда вы вдыхаете, через фильтрующую коробку внешней среды обдувает стекла, чтобы они меньше запотевали. И вот здесь еще есть отвес, то есть как бы двойной обдув получается. Вот это вот. Вот здесь вот устройство. Переговорное устройство. Мембранная коробка. Ну, родной фильтрующей коробки нет. Покажем на коробке другого противогаза. Металлический колпачок. Под ним вот резиновая прокладка. Вот это вот сама горловина. Здесь вот крышка корпуса. Цилиндрический металлический корпус. Дно корпуса. Дно корпуса. Мы можем попробовать прикрутить. Хоть он не родной. Стандарт. Вот. Мы прикрутили. Вот так вот. В сборе. Ну, конечно, при беге. Будет трястись, вибрировать. Незапотевающие вставки я вставить не буду. В одном из обзоров уже это делал. В принципе, вот такой вот противогаз. В данном случае мы сегодня рассмотрели ПМГ-2. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет много новых интересных видео обзоров. До свидания, всего доброго.